Около 13 часов над Новгородом раздался рев военного штурмовика. Легендарный Ил-2 выполнил обещанный демонстрационный полет. Артем Забралин поделится впечатлениями. На берегу Волхова десятки людей, вооружившись смартфонами и видеокамерами, собрались в ожидании полета Ил-2. Легендарный штурмовик должен был пролететь над Новгородом еще 9 мая, но из-за погоды полетит только сейчас. А вот, кажется, и он. Ил-2 предназначался для работы преимущественно на малой высоте. И то, насколько неожиданно он появлялся в поле зрения врага, мы смогли сегодня наблюдать сами. Только послышался звук штурмовика, как он уже был над нашими головами. История этого самолета достойна экранизации. В 43-м году, получив серьезное повреждение при атаке вражеского аэропорта, экипаж принял решение отступить, но на хвост ему сел вражеский истребитель. Его атаку удалось отбить, но сам самолет без шасси пришлось сажать на замерзшее озеро. Экипаж спасся, а самолет упал на дно и пролежал там до 2012 года. Теперь же, после пяти лет реставрации, он снова в небе радует новгородцев. Впечатляющий. Самолету 75 лет, а он летает как новенький. И на таких самолетах мы выиграли Великую Отечественную войну. Слава героям нашим. Ну, что я могу сказать? Неожиданно. И несколько раз летал. Я вообще думала, что к празднику к какому-то готовится, что ли. Летает. Ну, я не знаю, что еще сказать. Понравилось. На видео даже сняла. Ну, вы знаете, забилось вот тут. Мы пацанами помним, когда мы их встречали. Хоть маленькие были. Ну, испытываете гордость? Огромнейшую. И дай Бог всем такую гордость за наш самолет. Сегодняшний полет был лишь тренировкой. Перед масштабным военно-историческим фестивалем «Забытый подвиг. Вторая ударная армия». Пройдет он завтра в поселке Тесово-Нитыльский, где на поле боя выйдут около 500 реконструкторов из разных регионов России, стран СНГ и даже дальнего зарубежья. На фестивале можно будет увидеть военную и железнодорожную технику, а также макеты тяжелого вооружения. Ил-2 там тоже ждут, лишь бы не подвела погода. Артем Забралин, Галуст Гивандян, Андрей Шестаков, Петр Самусов. Новости Новгородско-областное телевидение.